Арсен, вы меня правильно поняли, что они мне нужны для отбора 10 лепших, то есть я полностью укрывать все равно не буду. Так, а листиков снова. Арсеном тоже мы растойчиво сажимся, поэтому надо больше сажать, пусть самые слабые замерзнутся или останутся. В дальнейшем дадут более, только подумать. Атул колесников, гражданин колесников, у вас большое будущее, уже то, что я увидел у вас, куда вы столько насадили, мне стало жутко. Я столько садил, но я фанатик, а вы куда влезли-то? Горбатым будете, как я. Михаил Свининович, я шучу. Архангельская область, привет, Елена Оржух. Елена, это же вы сейчас мне оплатили косточки. Посоветуйте, как лучше сделать, посеять костики абрикосов, груш. Я буду под зиму. Семечки. Косточки абрикосов, груш. Или сальширы посеять весной. Что посоветовать? Два корзины с яйцами. Так, вначале. А сейчас я вспомню точно. Елена Оржуха. Почему у меня нет вашего этого самого? А, отчество вижу. Адреса нескольких. Кому я вышлю? Вот это вот. Вот они вы попались. Уже бы выслал, а вы же это сами. Не прислали мне в свой адрес. Так бывает. Ладно, я вас отругал. Теперь про это. Значит так, две корзины с яйцами. Видите, как получилось. Я сейчас возьму вот это ваш пример. Так. Сливы. Десять, десять, десять. Вишни. Десять, десять, десять. Абрикос. Десять, десять, десять. Так. Итого получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Девяносто. Девять. Умножаем на пятнадцать. Однокурсик. Итого тысяча триста пятьдесят. Правильно? Вот. Я немного накинул. Значит, получается. А, погодите. Сейчас, 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 сейчас. У меня такое впечатление есть. Вы переплатили. Ладно, это мы потом будем разбираться. Но я в таких случаях кладу еще больше. Вы переплатили, а я еще больше положу. Так вот, дело не в этом. Дело в том, что я всем говорю. Вот вы пишете по десять штук. Вот видите. Вот ваш этот. Тут нет адреса, поэтому смело показываю. Видите. Вот. Мой совет. Заказывайте всех по двадцать штук. Десять, десять, десять. Десять, десять. Вы еще заплатите еще пару тысяч. Ну, понимаете, что такое пара тысяч. А если у вас получится, как у большинства, это самый удачный год оказался. Самый удачный. Я не ожидал такого. Вот. Ведь даже, вы знаете, вот этот товарищ, который позвонил, откуда он позвонил. Я все забыл, как позвонил. У меня память такая. Но он сказал, всего два, две косточки не пошло. Всего две. Это вероятность девяносого. Допустим, было сотни. Я не знаю, не помню. Сотни. Вот такие. Человек выписал стукончик. Вот она выписала девяносто. Если получится, у нее будет восемьдесят, девяносто, ну пусть пятьдесят. Это же сад здоровый. Ведь его ничем убить нельзя. Особенности на постоянное место. Ведь это единственный шанс на фоне вот этого дерьма. Хотите, я вам еще дерьмо покажу? Я вынужден это сделать. Это мой долг. Это мой вебинар. Смотрите, почта. Внимание. Внимание. Сад дома. Это мне Железову прислали. Это то самое. Помните, я вам уже показывал. Вот. Посадил семечку, через три месяца у вас черешни вы будете кушать. И через три года. Через три года тоже невозможно. Через три месяца. И вот это все на полном серьезе. Подлость невероятная. Страшная. Подлая. Вот это. Расскажите, Валентина Георгиевна, как вы начали выращивать у меня эти самые. Как вы достигли таких результатов. Посмотрите. Вот это вот. Вот эти вот мешки, эти самые. Ой, вы знаете, вот сейчас увидите, не откроется. Это свойство именно моего компьютера. Ладно. Издаля. Видели вон эти самые ящики? Это все на балконе. Вот это все. Вы знаете, балкончик обычный там метр на три. Пожалуйста, выращивайте. И главное за три месяца. Публикации в семь дач. Это семь дач, которые отказались меня печатать. Что в семь дач получается это. Участники этого подлого самого. Подли ничего не бывает. Вот. Страшная вещь, ребята. Видите? Вот. Показин для питомников. Показин для питомников. Ну что, не будем уже вникать. Теперь вы все и так без меня знаете. Значит, посмотрим, где мы были. Посмотрим, где мы были. Сейчас опять туда надо влезть по новой. Сейчас я по-другому не умею. Вот. И читаем дальше. Вот. Мне просто обидно стало. Сколько у нас людей, которые усилились на двойке, на тройке. Которые бегали на свидания, вместо того, чтобы посещать эти же самые лекции. От сессии до сессии живут студенты весело. А потом эти же. Да. Достаточно много людей, которые сказали. Я биолог. Я эколог. Я агроном. Я этот самый. Еще есть другие названия. Вот. Я ботаник. И многие специалисты. Но выращивать не умеют. Вот. Они специалисты. Это их тема. Они действительно работают. Зарабатывают деньги. Они действительно приносят стране пользу. Но они. Ведь это же обширная тема-то. Биология. Огромная тема. Наверное, биологов во всей стране не один миллион. Но они не умеют выращивать деревья. Они ко мне обращаются. И они не знают, где взять-то эти самые. Что толку, если обратиться в это же самое. Притомник. Что он будет иметь? Да ни хрена не будет иметь. Деньги выпросят. И я горжусь, когда такие люди ко мне обращаются. Так. Идем дальше. Итак. Семечки. Абрикосы. Груш, яблони. Вот они. Вот они. Вот они. Мы все будет оказать не по 10, а по 20. И половину осени, половину весны. Сергей. Я показывал вам. Специально. Покажу. И весенние взошли. И осенние по 100%. Но это не всегда бывает. У нас тоже бывают проколы. Так. Елена в Тиминской области. Спасибо, конечно, на адресе. За вами. А то получается на деревне дедушки и бабушки. Живу в Тиминской области. У меня нет вашего адреса до сих пор. Я не смог отправить вам посылку. Так. Брат с железом. Вопросы с Ютуба. А ну-ка, ну-ка. Александр Михайлович. Добрый вечер. Олег Васильевич. Спасовщик. Почему вы мне пользусь с прививкой почкой? Я только Семком. Аааа. Елена Ужунова. С днём рождения. Олег Васильевич. Ага. Спасибо. Елена, спасибо за поздравление. Вот. Скидну бы скидку за это. Но вы уже деньги прислали. Дайте я вам сейчас что-нибудь. Хотите я сейчас что-нибудь из себя добавлю. Так. Смотрите. Вишневолочный универсальный. Десять исправляю на двадцать. Вот. Вишнесибирская штаба. Плохо в сходе. Десять исправляю на двадцать. Вот. Знай наших. В сайте Сувенир Востока я вам написал что заменю на YouTube. Просто. Они давно кончились. Я же высылаю в кончике. Два-сторого года. Все. Безчестное. Красно-желтый. Исправляю на двадцать. Это за то что вы меня поздравили. Лишних сорок слух отправляю. Так. Нет. Раз. Что надо полной носины полной весной. А. Идет их на двадцать и столько. Я все ваши десять, 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 десять. Девять по десять. Исправил на двадцать. И вышлем сто восемьдесят кости. Исправил на двадцать. Теперь вы можете смело садить полной носины полной весной. Вот. Мы будем соедаться с вами в окрасстве. Так. Теперь. Адресование. Идем дальше. Исправил. Я товод вам поярить. Давайте будем рассмотреть его. Как правильно не можно с supported click? Привычки. Поэтому, как правильно вы, гуляете это ? Я в marshall system. Себя. Это мы сейчас будем дорого наб Poppy. Исправим. Это сорок немножко auch ребята видео. Исправим этот компьютер. Исправим построить руку на двадцать домой. А в υ counting. почка, она менее живолучая, менее, дает саженцы, менее более слабые. Вот. Почему? Я сейчас не буду рассказывать даже это. По сравнению с переверкой, капулировкой или лучной капулировкой. Вот. Я вам открою этот секрет, пожалуйста. Но в следующий раз хорошо. Согласны? И хорошо бы не забыть. И, брат Юрий, ты мне еще про это напиши хотя бы там в WhatsApp, где-нибудь, чтобы я не забыл. Вот. А я подберу фотографии хорошие. Я уже не раз показывал. Ну, вот, допустим, вот, допустим, Александр Николаевич, например, он, возможно, меня еще и не знает. Будем повторяться. Теперь так, Арсен, эти курганы похожи на могильных облик. Это вы, наверное, на те самые, да? Вот эти. Действительно, если корень замерзл, получится в могиле-наховнике. Вы правы, Арсен. Ольга, добрый вечер. Колодина. А падение малых завязей в косточек новых из-за всего обрекусь бывает для вас и ваше мнение о причинах. Посадка правильной обрезки? Вопрос. Так. Правильной обрезки? Нет. Так обрезку вы не делали. Посадка у вас правильная. А у вас, видимо, запись завязей опадает. Тамара, мы с вами знакомы, но я не помню, где вы, откуда вы. Надо прикинуть, откуда вы. Причем у вас именно вечно слива-априкоса из косточек и кузора. И завязи опадают. Знаете, есть несовместимость биологическая, тогда а есть неполная биологическая совместимость. Самая подлая вещь. Вроде завязалась, а получается, вы только, пожалуйста, поймите меня правильно, я использую такие термины, человеческие термины. они не всем нравятся. Вот. Это выкидыши. Это неполная белгическая совместимость. И еще плюс наряжаются такое. Вроде бы уже завязалось, все нормально, расти бы. Уже проскочило, допустим, не случилось заморозок. Даже не подмерзли почки цветочные, песики или цичинки. Вот. а оно уже завязалось. И вдруг раз, там, помните даже, минус один, якобы, абрикосы должны пропустить плавношение. Значит, уже замерзнут. Там, я рассказывал, хвастался, что у Оулина мои манжурские абрикосы выдержали минус семь. Другой месяц он написал минус восемь. А вдруг он уже плодики появились. А только минус девять, минус десять. И такое бывает. И все равно получилось, что вроде бы светоносность прошла и все-таки подпортили те самые плоды. И вот он уже растет вот уже такие, как ногти уже и сыпется и сыпется. Вот. Это все-таки первая и главная причина. Это все-таки климат не для этого. Уже завязали. Живая, я буду с абрикосом. У меня там зараза все равно упали. Вот этот момент. Падает еще бывает от сильного ветра. это второй момент. Вот. И биологическая несовместимость это чисто генетическая проблема, когда сбрасывает. Вы знаете, вот я не могу не говорить так, как я умею и хочу говорить. Вот вы знаете, что у людей выкидыш, да? Люди переживают. Вот почему выкидыш, почему? Ну, извините, что такая тема, но она имеет прямое отношение и к нам человекам, и к растениям. Почему так случилось? Вот жалко, даже бывает эта трагедия. Вот уже кое-как дождались все, уже вот уже по отношению у женщины раз выкидыш. Это счастье, что выкидыш. Представляете, могла родиться. Вот. Так и тут. Ну, кто надо, тот меня понял. Может быть, я зря это говорю, потому что для кого-то одного из тысячи это горько прозвучит, кто прошел через это. Понимаете? Ну, это, по крайней мере, объясняет, что полный, полный билый совместимость касается и людей, касается и растений. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...